Согласно резолюции палаты 1160 выступят представители из Джорджии, мисс Грин и ее оппонент. У каждой есть пять минут. Первой начинает представительница из Джорджии. Спасибо, господин спикер. Моя поправка сегодня будет касаться украинского биля. Настоящая поправка предлагает снизить количество долларов в Украине до нуля. Видите ли, американские налогоплательщики уже отправили 113 миллиардов долларов на Украину, и большая часть этой суммы была неподотчетна. Это является продолжением порочной модели бизнеса, поддержанной американским правительством. Федеральное правительство продолжает финансирование военно-промышленного комплекса, и такая модель бизнеса требует от Конгресса продолжать голосовать за выделение финансирования на ведение зарубежных войн. Но американский народ не поддерживает такую модель бизнеса. Он не поддерживает модель бизнеса, основанную на крови, убийстве и войне в зарубежных странах, в то время как то же самое правительство не делает ничего для охраны нашей границы. Долг американского народа достиг 34 триллионов долларов, и пока мы все спим, этот долг увеличивается еще на 40 миллиардов каждую ночь. Тем не менее, не делается ничего для защиты нашей границы и снижения нашего долга. Инфляция уже вышла из-под контроля, и американцы ежедневно чувствуют это на себе. Они едва могут позволить покупать себе продукты и бензин для своих машин. Едва могут позволить себе платить за жилье, а выплаты по ипотеке уже давно превысили 3000 долларов, когда, как еще три года назад, они были 1700 долларов. Наша молодежь даже не рассчитывает на то, что сможет в течение своей жизни купить себе жилье. Но на сегодняшний день самым важным вопросом в Конгрессе, вопросом, который стоит здесь ребром, является отправка 61 миллиарда долларов на Украину, что не поддерживается 70% населения Америки. Я напоминаю вам, что все это происходит в тот же самый день, в понедельник, 15 апреля, день оплаты налогов, когда каждый американец должен наскрести денег на то, чтобы отдать их в налоговые органы. И некоторые американцы вынуждены просить об отсрочке, так как у них нет денег на оплату налогов. Но сегодня наша палата говорит, что самым важным для нас является, нет, ни сокращение трат, точно нет, ни предприятие действий для снижения инфляции, мы и этого не сделаем для народа Америки, ни защита нашей границы, через которую ежедневно идет вторжение, каждый божий день, людьми из 160 стран. Нет, американскую границу не нужно защищать, впускайте всех. Мы знаем, что только сбежавших более 1,8 миллиона. Мы даже не знаем, кто эти люди. А в палате члены Конгресса с пеной у рта рассказывают о том, что мы должны победить Россию и мы должны защитить Украину. Но вы все не хотите защитить американских граждан, которые платят вам зарплату, платят за электричество в этом здании и оплачивают вообще все федеральное правительство. И что взамен? Что? Ничего. Украина даже не член НАТО. Украина не член НАТО. Но все, что вы услышите в Вашингтоне, это то, что мы должны потратить деньги американских налогоплательщиков на Украину, что деньги должны выделяться на убийства украинцев, уничтожение целого поколения украинских мужчин. И в итоге, вдовы, дети без отцов, нехватка мужчин на производстве, и вы говорите, что поддерживаете Украину. Вот это да. Вот это поддержка. Это мерзко. Невероятно. Так что позор американскому правительству. Позор американскому правительству. Если хотите поддержать нашу армию, то поддержите нашу армию. Мы должны поддерживать выпуск нашего вооружения и боеприпасов, а не их отправку за рубеж, чтобы убивать тамошнее население. И если бы наш законодательный орган был бы тем, кем он заявляет, что является, то все мы требовали бы мира между этими странами на Украине. Мира для этих людей. Им больше не приходилось бы умирать. Но вы никогда не услышите, чтобы кто-нибудь потребовал мира. Нет, нет, нет. Мир — это последнее, чего хочет Вашингтон, так как он не удовлетворяет модели бизнеса. Это та самая модель бизнеса, которая, по их словам, поддерживает экономику, сохраняет наши рабочие места. Какая же отвратительная модель бизнеса? У нас должна быть модель бизнеса, которая создает компании в Америке, создает рабочие места, служит интересам Америки, а наши военные и наше правительство должны думать о том, чтобы обеспечивать безопасность Соединенных Штатов Америки, а американцы должны платить свои налоги на финансирование всего этого. Но Америка в конце списка. В конце. Каждый божий день. Ни слова об Америке. Америка в конце. Конгресс-вуман, Ваше время истекло. Я все. Субтитры подогнал «Симон»!